Девушки отдыхают Мы будем обсуждать то, о чем буквально недавно заявила НАБУ, а именно специализированная антикоррупционная прокуратура уже передала дело в высший антикоррупционный суд. И речь идет как раз о покупке Одесской мэрии территории бывшего аэродрома-застава за более чем 146 миллионов гривен. И это дело уже называют делом-близнецом Краяна. И сейчас в этом деле привлекаются и должны завтра как раз избирать меру пресечения Василию Шкребаю. Это председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности и руководитель юридического департамента горсовета Инии Поповской. Ольга, у меня вопрос, наверное, к вам к первому, потому что я сегодня поднимала и видео того заседания о том, что тогда именно с голоса внесли покупку этой территории. Что тогда говорили вам руководство, ну в частности руководство нашего города Геннадий Труханов, и почему тогда возникла такая необходимость для того, чтобы покупали под кладбище? Да, но в 2016 году я еще не была в сессионном зале, не была депутатом Одесского городского совета, но были мои коллеги фракции «Самопомощь», которые, в общем-то, и выступали против такого, ну я считаю, что это чистая схема была, и против такого решения не должны были голосовать все против. Потому что однозначно было понятно, что неликвидное имущество на окраине города не может стоить таких денег. И оправдание, либо аргументация мэра тем, что нам нужно расширять западное кладбище, это не оправдание, потому что на самом деле мы все понимаем, что земля была всегда в собственности, а взлетная полоса никогда не была отведена этому обществу с ограниченной ответственностью. Кроме того, целевое использование тоже легко проверяется. Кроме того, справка формы номер 6, которая по земельным вопросам, отчет, да, о границах там, вернее, даже не о границах, а о целевом назначении, о собственниках, это все открытая база, которая свидетельствовала, что собственность, это наша собственность, что у кого мы выкупали. А если выкупать за 150 миллионов неликвидное имущество, то оно не стоит 150 миллионов, мы прекрасно это понимали, а это, ну, там, порядка 10-15 миллионов. И сейчас за три года мы увидели, потому что все эти схемы, которые расследовал 24 канал, он показал четкую, четкую такую, знаете, алгоритм, да, куда зашли деньги, откуда они уходили, кто руководил этим процессом. Поэтому, слушайте, они, мэр города, он такой модератор в Одесском городском совете манипулировать и идеями таких решений, да, и контролировать голосование депутатского корпуса. Борняков в то время четко определил, и его запросы четко свидетельствовали, что земля находится в собственности громады. Что мы выкупали за 146 миллионов? 60 соток неликвидного имущества, извините мне, пожалуйста, это не имел права мэр города вносить в сессионную залу, Поповская не имела права согласовывать такие документы. Шкребай, как депутатская комиссия, не имел права давать ход этому решению, чтобы оно вообще зашло в сессионный зал. Потому что очень многие не понимают, что постоянная комиссия для этого и собирается, чтобы вот такие скандальные вопросы обсудить, показать громаде, что нельзя их принимать. Потому что исполнительный комитет любую хотелку может вбросить нам. И мы что, должны как представители громады эту хотелку воспринимать? Тогда галантерник решал этот вопрос. Мы все прекрасно понимаем. Я говорила о теневом управлении в нашем городе. Вот это налицо. И это похуже краяна, на самом деле. Я долго ждала, когда уже наконец-то мы увидим это в суде, эти материалы. Сегодня нашим телезрителям и гостям в студии мы задаем вопрос о том, что нужно ли объединять дело краяна и дело территории геродрома Застава. И звоните, задавать свои вопросы можно по телефону 726-33-26. Жень, три года назад вы с коллегами проводили расследование по поводу этой территории. И как раз вот в 2017 году начали СМИ как-то активизироваться по этому делу. Что тогда, может быть, стало, смутило вас, журналистов, вот именно в деле по территории аэродрома Застава? Ну, первое, что мы подставили под сомнение, получилось так, что была как раз сессия. Она была 24 сентября. И самое главное, конечно, выступления были и Алексея Спектра тогда, и Инны Поповской по поводу того, что по необходимости покупки, скажем так, этой территории, наверное, скажу пока так. Так, суть в чем была, Спектр заявлял о том, что нам нужно, ну, как бы вместе с Геннадем Ильичем расширять кладбище западное. Хотя эти все строения, которые в конечном итоге купили за баснословные эти деньги, находятся, ну, скажем так, далековато. Это так мягко я скажу. Да, в километре, где-то от самого кладбища. И не имела отношения, ну, конкретно к территории кладбища, ну, хотя бы приблизительно к забору там или к свежим захоронениям. Это первое. Второе, опять же, та же Инна Поповская заявляла о том, что вот, ну, смотрите, цена такая, как бы там и парировали некоторые депутаты городского совета, о том, что, ну, смотрите, мы такой объект покупаем, он вообще там 140, больше 140 гектаров, там и взлетка входит, там админсооружения, там какие-то туалеты, там прочее, поэтому и цена, как бы, соответственно, такая достаточно крупная. Простите, там, эта взлетка, как мы начали разговор, она вообще отношения к этим строениям вообще не имела, и к покупке, когда проводили уже оценку и прочее, прочее, как и пооценки начали. То есть получилось, что директор юридического департамента, вот госпожа Поповская, она просто лгала, ну, как бы на камеру трансляции, которая вот фиксировала все эти, скажем так, выступления чиновников. И сразу же практически поехали туда, что же мы там покупаем. То есть у нас вот такой коптер запустили в небо, но самое интересное, с коптера ты это не видишь. Ну, ты видишь там, да, бетонные плиты, действительно старые, действительно, действительно огромная территория. Мы представляем объемы даже такого небольшого, но все-таки аэродрома. Когда мы поехали конкретно коллегам туда изучать, что конкретно там находится, когда они просто по неохраняемым развалинам просто ездили, там был один охранник, которому дали 20 гривен, говорит, мы просто тут посмотрим, какое-то барахло вывезем, мы тут чуть ли не запустили, и они начали ездить, и мы видим просто там, ну, состояние края, на которое тогда тоже съемочная группа наша засняла, а на охрана что-то не пускала. Просто получилось, что с заднего входа зашли и сняли, что по бумагам там уже ремонт был сделан. То есть стоимость объектов, которые нам предлагают там приобрести, за наши, точнее, деньги, она не соответствует тому состоянию, которое по оценке находилось. То есть там, грубо говоря, нам предлагают купить какие-то бараки за суммы, на которые можно в центре снять первый этаж какого-то коммерческого помещения или приобрести его, в принципе. Поэтому, вот, конечно же, это, грубо говоря, такой, ну, обман, наверное, да, вот обман, и слова, которые сложно было поверить чиновников, топ-чиновников Одесского городского совета, и мы, понятное дело, сразу отправились туда. И то, что ты видишь, и то, что вынеслось там с голоса, и за это, грубо говоря, практически единогласно сразу же проголосовали, не разобравшись, это, конечно, действительно вызвало шок. Другой вопрос, это, конечно, мы на нем, наверное, дальше будем говорить о том, что так долго чесались правоохранительные органы, потому что, ну, извините меня, три года, я уже ждал, что, да, как с краяном это свяжут, сто процентов, потому что там фамилия спектра фигуреют, да, там множество других фамилий других людей появляется в этом деле, но все же мы ждали, что оно появится практически в цепке, то есть будет края, но одновременно пойдет застало. Она не пошла, она всплывает сейчас, поэтому вопросов, конечно, много, действительно, и к следователям, к детективам, и к прокурорам, которые сейчас ведут это дело, и сейчас вот выносят, как я понимаю, меру пресечения сейчас. Ну, тогда, если помните, три года назад еще всплыли пленки Холодницкого, да, тогда о том, где говорили о том, не трогать, ну, возможно, это Холодницкий, возможно, нет, никто же не может доказать о том, чтобы не трогать господина Труханова, и мы все понимали, что это политический вопрос в том числе. Что я хочу тебе сказать? Мы вот, мы как раз с тобой в день сессии, и потом с Ольгой на следующий день после сессии обсуждали аукцион и обсуждали, да, Дерибасовскую за 500 долларов квадратный метр, и тут, несмотря на то, что эта территория была оценена в 15 миллионов гривен, мы четко считаем, что где-то вот эту территорию купили по 1000 долларов за квадратный метр. То есть... По цене Дерибасовской. Да, то есть территорию мы возле двух столбов купили дороже, чем в центре города Одессы, и как такое вообще может быть? Ну, я начну, наверное, с такого момента. Я после того, как это дело сейчас озвучили, снова, ну, во-первых, мы, УСИ, мы следим системно за этими всеми судебными процессами, и мы даже пообщались с участниками дела. Вопрос в другом. Я посчитала, это были первые годы децентрализации, нашего главного достижения последних лет со времен революции достоинства. И я хочу сказать, что именно децентрализация дала огромный финансовый поток. Но если посчитать, как с этой децентрализацией разобралась Одесская мэрия, вы вспомните, уже со второго года Труханов начал говорить о том, что у нас Киев забирает деньги, Киев нас грузит дополнительными объектами. И мы имеем дело с тремя крупнейшими оборудками в течение этого короткого периода. Это Краян, это Застава, и третье, это срочно нашелся долг тепловиков в 190 миллионов, которые мэрия, ну просто до конца года с тахановскими темпами оплатила. То есть, вот по сути, считайте, полмиллиарда мы вымыли с бюджета на три оборудки. Я надеюсь, что все-таки третье дело, оно до выборов дойдет до суда, потому что я знаю, что тоже ведется там расследование. Но пока вот оно, я не слышу этой информации. Это не мы, они, они это сделали, не мы. Ну, я точно, зашли голосовку. Дрители будут думать, что это мы все сделали. Я хочу сказать, да, что мы, в данном случае я говорю как Одесса. Почему? Потому что я считаю, что чем мы больше одесситы, мы одесситы, будем в этом участвовать, не давать власти делать такие вещи, тем больше мы будем думать и говорить об этом, тем будет это важнее. И вот это дело, застава-2 аэродром, почему оно такое вот интересно? Ну, во-первых, я хочу сказать, что параллельно, еще до отведения земли, комиссия по каббудальной собственности уже вокруг начинала отдавать определенные объекты. И это тоже очень интересный момент. То есть, там уже начинали сразу брать, СПД связаны с определенными депутатами, определенными структурами, можно долго говорить и догадываться, не догадываться, с кем оно связано, кто у нас курирует кладбищенский бизнес в Одессе. То есть, уже буквально сразу это было с кейсом, в котором люди будут зарабатывать деньги. И это будет не город. У нас, вдумайтесь сами, сколько город может, например, если бы он организовал захоронение, на этом зарабатывать и давать даже плюс бюджет. Но у нас, в данном случае, оперируют коммерческие структуры. Алексей Спектр тогда сказал, что при покупке вот этих вот, этой территории, да, что город отобьет эту территорию через 10 лет на захоронение людей. То есть, у нас... Длинная инвестиция. Да, да. У нас, получается, не только жить дорого, но и умирать дорого. Ну, надо же что-то говорить, да. И заведомо... А у нас коммунальное предприятие занимается захоронением, у нас коммунальное предприятие не занимается. Это то предприятие, которое могло бы быть успешным, действительно, предприятием, которое бы помогало бы и городу в чем-то. То есть, я не говорю, боже, избави наживаться на горе одесситов, но это бы, если бы была услуга, если бы там работали люди, это даже налогами бы зарплата всего нам бы давала деньги в бюджет нашему городу. Но в мэрии в этом никогда не были заинтересованы, потому что, ну, это не секрет, что у нас бывший директор предприятия вместе с мэром фотографируется в Марселе Пеструев, да, что бизнес, связанный с ним и его семьей, в общем-то, у нас занимается этим. Это не секрет, в Одессе об этом говорятся, и никто никогда об этом не скрывал. Вопрос в другом, что пока вот, к сожалению, у нас одесситы не выходят каждый раз против этих обороток, мы имеем то, что мэрия Труханова и депутаты, большинство депутатов, я не буду говорить, что все наши депутаты, большинство депутатского корпуса, послушайте, голосуют за это все, даже не разбираясь. Каждую сессию более трех десятков вопросов вносятся с голоса, не считая земельных, потому что земельные, они же хитро делают, они вносят пункт 6.3, и там вот вся земля, да, 6.3, 6.4, и никто не понимает, что вот это 6.5, 6.10, 6.20, люди, депутаты, я думаю, многие не в состоянии даже посмотреть эти документы, потому что даже в последние дни перед земельными комиссиями эти папки не всегда есть у комиссий, что уж говорить об остальном депутатском корпусе. Как 64 человека должны все это посмотреть? Если оно ушло в юрдеп, мы даже как-то за одним из таких папок бегали, все в юрдепартамент говорят, нам вам не положено, вы не депутаты. Пришли обратно в совет, все эти говорят, они ушли в юрдепартамент, и вот мы так ходили, и мы так и не увидели даже картинку того, что наш город собирается под что отводить землю. Если по закону, когда депутаты должны получать бумаги, да, о том, что должно быть? За 20 дней до сессии они должны быть на почту, высланы каждому депутату. За 20 дней они должны быть на сайте Одесского городского совета опубликованы. Но если они не были опубликованы, то уже нарушение. А если они нам, как мы знаем практику, ночью высылаются, вот я последнее решение, это 6.23, которое мы получили, такое вот радостное для всех нас, да, красное зори, я получила в 2 часа 14 минут. В ночь? В ночь, конечно же. Естественно, я не могла с ним ознакомиться, потому что ты не можешь изучить всё, что ты, а не приходит без пояснительной записки. И ты прекрасно понимаешь, что часть из них, я почему не голосую, даже может быть, это решение очень классное, важное для громады, но когда ты его не изучила, ты не имеешь права за него голосовать. Потому что очень часто в Фейсбуке мне пишут, что вот, вы же не голосовали, а как можно голосовать за решение, которое ты не изучила? Это первое. Второе я бы хотела сказать по поводу Спектра и Поповска, и по поводу их выступлений. А действительно так, мне кажется, до сих пор не понимают важность того, что происходит, ну и опасность того, что происходит. Каждое выступление мэра, либо Поповская, либо Спектра, либо там Махмирова сейчас, это манипуляция. На самом деле, манипуляция словами, фразами, законодательством. Ведь мы прекрасно понимаем, что они так и не стали открытыми к людям. Мы же не получили с вами полного перечня той коммунальной собственности, которая у нас есть. Это наша собственность, мы должны знать. Мы не понимаем с вами, вот что сейчас выйдет на следующую сессию по выкупу объектов. А я хочу вам сказать, будет очень страшный перечень объектов, которые выйдут на выкуп, ну так званую малую приватизацию. Мы с вами также видели, что Поповская, апеллируя там фактами юридическими, она заводила просто депутатов, ну будем так говорить, тех, кто понимал, их не надо было обманывать особо, да, они понимали. А те, кто не совсем разобрался, она просто делала все, чтобы показать правильность такого решения, при этом сути не называла. Но если вспомнить обарную книгу, которую Саакашвили опубликовал, мы же видели, кто в той обарной книге, кто был на зарплате. Их была задача сказать на черное, белое, на белое, черное. И так я вот вижу это каждую сессию. Они даже не отвечают иногда на поставленный вопрос, который ты прямо ставишь, нет ответа. А почему? Потому что это же запись, да, они не хотят, чтобы эта запись была, вернее, чтобы этот ответ был зафиксирован. Потому что это для правоохранительных органов уже подспорье. Хорошая доказательная база. Поэтому однозначно объединять эти два дела нельзя, потому что каждый из них очень имеет интересную структуру, историю, да, и доказательную базу. И я всегда говорила, что это похлещий краяна, это циничный краяна. Потому что сказать, что мы выкупаем за 150 миллионов, чтобы расширить западные кладбища, извините, это цинизм, потому что нам для этого не нужно было выкупать. И правильно Оля говорит, что мы отдаём в коммерцию эти объекты, зарабатывает не бюджет. Город должен зарабатывать, чтобы социальная инфраструктура развивалась, чтобы транспорт модернизировался, чтобы мы хотим, чтобы наши проблемы управленец решал. Только тогда будет доверие к такому управленцу. Есть у вас доверие? У меня нет. Нет, я сказала, что я не верю ни одному слову. И вот то последнее, что мы получили, это объекты в парке Шевченко, это самое ещё циничное, что мог сделать напоследок этот мэр. Я ещё хочу сказать одну маленькую вещь. Вот мне всегда стыдно, на сессии Горсвета, реально стыдно, когда депутаты начинают спрашивать, покажите этот объект, за который мы голосуем. Ну, это же кошмар. По-хорошему, когда появляется вот этот пункт, должна быть какая-то визуализация. Ведь подождите, это же реклама. Мы отдаём нам приватизацию, мы показываем объект, люди сразу знают, интересуются, интересуются, потом пойдут на прозоро. Мы уже отрекламировали, и мы получаем большую цену, бюджет зарабатывает. Но нет, у нас никто не понимает, за что голосует. Потом так же тихо это уводится в частные руки, и, естественно, нет конкурентов. А кто же знает, что это вообще происходит? Это же надо рыться, сидеть, этим жить, иметь связи с определёнными кругами в депкорпусе или среди чиновников в мэри. Вот именно такая закрытость, отсутствие рекламы, она и приводит потом к тому, что мы получаем, к сожалению, намного-намного позже все эти, намного-намного меньше денег, чем могли бы получать. И получают даже во многих других советах наши. Нет, они получают деньги, просто они не идут в бюджет, они идут в бюджет. Ну, меня не волнуют их карманы, я бы хотела, чтобы их карманы были в результате пусты. Меня волнует только наш общий городской карман, который, к сожалению, страдает. А потом берут та же мэрия, сумасшедшие кредиты, якобы потому, что у нас бюджетные дыры, и мы не можем справиться. Такие объекты, которые они показывают в действительности. Вот я хочу вспомнить последний объект в парке Шевченко, Булочная. Если вы сравните, что сейчас, и что они нам показали, это не одно и то же. И в этом уже также манипуляция и обман, к которому они привыкли. Поэтому нам сложно сейчас отстоять коммунальную собственность, которая не имеет права просто появиться в перечне объектов на приватизацию. Нам очень сложно общественным организациям сейчас, тем, которые важные социальные проекты делают, получить в аренду помещения под производство, например. Даже вот у нас аутисты крок на зустрич, они просят дайте нам помещение. Да, я читала тоже пост Анны Бугаёвой, которая говорила о том, что не могут случиться. Мы же говорим, что место дружнее до детей. Даже воно дружнее до детей-то молоди. Так что вы не даёте возможность развивать, зарабатывать этим же деткам, этим юношам, которые должны социализироваться и не только, а ещё и прокормить себя, когда власть не может. Поэтому бюджетная децентрализация дала большущий капитал нам всем развиваться. Но, к сожалению, не стала развиваться Одесса. Развиваются только группы влияния. Если говорить о депутатах, которые голосовали, тогда это, естественно, что это большинство, тогда не голосовало порядка 10, или 12 депутатов не проголосовало. Ну, в том числе, если брать краяна, это где-то очень схоже. Но потом, при расследовании краяна, мы уже знаем, когда идёт коллективная ответственность. Безответственность. Да. Да, когда... Да, сформировали такое вот понятие, коллективная безответственность. На самом деле, вот, то же решение, например, ну, практически назовём такая оправдательная, ну, скажем так, оправдательная вот эта вся ситуация с Геннадием Олеговичем, что вот он ни в чём как бы не виновен, никто ни в чём не виноват. Просто так случилось, ребята. Полическое... Оно, конечно, честно говоря, знаешь, внутри, я помню, когда это всё закончилось, я смотрел эту трансляцию, понял, что вот, ну, зря вообще это всё мы снимали, зря работали, зря мы передавали, точнее, на обо приезжали, и выбрали исходники гоупро, и в конечном итоге всё это ситуацию, ну, назовём своём языком, слили просто это расследование, и оно в таком виде, когда попало уже в суд, это было насмешкой, то есть, везде, каждое заседание Малиновского районного суда превращался фарс, поддержку действующего головы, где там его просто тупо поддерживало как банк, как банк формирования, знаешь, там, все его, вот это, братья, они всё делают для того, чтобы показать, наш, типа, как бы, босс ни в чём не виновен, а мы все такие красивые, напомаженные в пиджаках, просто вам показываем всем, что вы тут все, грубо говоря, никто, это мы одесситы, это мы решаем здесь, за вас всех, ясно? Вот такая была там внутри риторика, и когда это вынесли, конечно, внутри у меня было, честно говоря, жена вообще всё это бросить, вообще реально, и уйти куда-нибудь там в лес, заниматься своими какими-то делами, понимаешь? Но, скажу тебе больше, что депутаты, которые, например, этим занимаются, ну, по большому счёту, да, самые ключевые все комиссии возглавляют кто? Партия доверяй в делам, все, и прочие, и прочие, например, там, чиновники, они все, конечно, связаны напрямую с Ненади Алининовичем или с его окружением, то есть, если мы говорим про вот эту вот безответственность, безнаказанность, ну, слушай, если бы хотели проохранительный уровень заниматься, там по каждому есть что делать, вот мы сейчас занимаемся тоже одним депутатом, приближённым к Геннадию Алининовичу, там тоже просто коммунальная собственность через его карманной организации, это господин Матвеев, выводились просто там здания в центре города, ок, первые этажи, там, испанников архитектуры, там, и прочее, прочее, детские сады, там, на посёлке Котовского и на Французском бульваре, то есть там, ну, сейчас это не связано с Котовским бульваром, но в целом, там целая схема была устроена, и хотели бы заниматься, занимались, потому что вопросов как бы нет, ну, разобраться в этом, понимаешь, то есть сесть за час, любой из нас сядет и поймёт, откуда растут ноги и руки, можно людей допросить, вызвать на какой-то опрос, и если правильно с ним работать, то можно всю эту линейку узнать, и предъявить всем подозрения, там, в ближайшие месяцы было, и группе целой предъявить. И я за то, действительно, чтобы все эти эпизоды не объединили что-то одно, а по каждому конкретно выведенному из коммунальной собственности объекту и передному уже частные руки через какие-то коммунальные организации, то есть это схема аренда и последующая практически сразу через месяц продажа, по каждому это сделать, это расследование и в конечном итоге найти просто виновные, даже нанести какую-то ответственность, потому что по большому счёту, то, что мы тут говорим, это просто действительно просто говорильня, по большому счёту, это эмоция, она не приводит к тому, что люди, которые за это отвечают, которые за этот период, к сожалению, просто поправши все нормы морали и внутреннего одесского патриотизма, просто продали наш город кому-то непонятно кому и заработали там не баснословные деньги, но просто вот за счёт депутатского этого своего кресла, этого места они просто стали богачи. Всё. То есть ничего не сделали для нас, для одесситов, для простых людей, чтобы было удобно. Но где вся эта история хотя бы с транспортом общественным? Ну это уже позор. И вообще, и маршрутки, и эта выделенная линия сейчас издевательства над жителями Сурорского района, и эти трамваи, типа вот эффективно сделанные просто ногами вот так вот слепленные из старых чашских трамваев, это всё издевательство над одесситами. И грязь это, и просто антисанитария внутри этих вот общественного транспорта. Ну о чём мы просто тут говорим? Хотя бы этот сегмент, ну сделайте, чтобы просто люди увидели заботу, заботу именно о одесситах. Этого не было сделано. Но мы видим по публикациям, по нашей работе, что расхищение, уголовные дела, дела закрываются и прочее, прочее. Одесситы, конечно, каждый раз должны, вот как Ольга говорит, выходить и говорить об этом. Вы нас обманываете. Мы каждой сессии, там должны приходить люди и говорить, вы нас обманываете, ваши дни сочтены, и нам нужна новая власть. Чтобы они не чувствовали каждый раз себя там в льготно, в новых пиджаках, там, и на новых машинах, которые они ставят непонятно где, за улом Касовской либо Думская-1. Вот это важно. У нас минуты до конца эфира, 4 месяца до выборов. Местные советы, если у нас все будет с пандемией, то я думаю, что они состоятся. Перед началом программы ты упомянула о самом крупном тендере за всю историю Геннадия Труханова. Да, меня это очень волнует, этот вопрос. На 204 миллиона была сделана экспертиза, 196 объявлен тендер на ремонт Деволановского спуска. И опять о том, о чем писала нормально, никакого обсуждения ни с комиссией по архитектуре, ни с комиссией по транспорту, мы ничего этого не видим. Мы видим, что мэрия перешла полностью на автономный, закрытый режим работы. Я вам скажу, более того, даже в бюджете этих денег нет. Что проводится, как проводится, сколько будет в этом году денег, сколько в следующем. Нет ни в программе, нигде этого документа. Мы имеем дело, что мэрия напоследок решила распилить 200 миллионов гривен. Ольга, вы говорили как раз о том, что его нет в бюджете. Слушайте, это нет в программах, не было в программах, но в бюджете у них есть деньги. Они всегда находят, как припрятать определенную сумму, чтобы пустить ее на выборы. Это нет денег на то, чтобы закрыть вопросы обвалов, чтобы начать ремонтировать старый фонд. На это у них денег нет. А вот на такие вещи, где нужно распилить, в карманы побросать и сделать так, как кому-то там выгодно, это есть. Ну, в статье это нет в бюджете. Ничего, не переживайте. Светлана Николаевна все найдет и все покажет, и у них все будет хорошо. Потому что рука руку моет, потому что круговая порука и отсутствие наказания, которое мы так все долго ждем. Вот и все. Поэтому через... А пандемия, вы правильно подметили, она сделала очень для власти хорошую штуку. Они просто закрылись и продолжают просто в таких масштабах воровать, что мы даже не представляем. И такие убытки будут нанесены бюджету с продажей коммунальной собственностью и вот такими тендерами, что мы еще с вами нам это все ауктится. Подводим итоги нашего опроса. И сегодня мы задавали Одесситам вопрос, нужно ли объединять дело краяной аэродрома застава и 86% сказали о том, что нужно, 14% сказали, что объединять эти дела не нужно. И мы надеемся, что завтра мы уже увидим меру пресечения у подозреваемых. Я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова